этот цветок у нас стоял в консерваторе вон там в углу сейчас мы его переставили столовую и здесь ему гораздо лучше я его опрыскиваю и вообще появилась у нас знаете такая зеленая нотка свежести в столовой да ёси да вот ёси подтверждает перевесила свою картину то есть вот на этой стене полностью создала такую видите осеннюю тематику у меня появились еще две маленькие тыковки я не забыла кстати это моя подруга ангелина она делает маленьких куколок и вот такие вот всякие штучки интересные да рукодельница такая вот и она смастерила мне вот такие тыковки в прошлом году дарила вот я их нашла вспомнила о них нашла и поставила сюда так что у нас вот это вся стена такая осенняя тема и мы в пятницу ждем гостей важных гостей и вот готовимся гости нас останутся с ночевкой вы знаете я как бы обнаружила что англичане любят оставаться с ночевкой потому что им далеко ехать и они хотят расслабиться за ночевать почти в каждом доме есть спальня гостевая спальня спальня для гостей поэтому вот как раз на такой случай в общем пятницу и субботу 27 28 мы будем заняты у меня уже есть меню который я разработала сама для этих гостей что мы будем делать и вот сегодня пойдем магазин сейчас смотрю весь интернет пестрит тем что 28 октября это лунное затмение будет лунное затмение и и вот читаю что нужно сделать лунное затмение а чего нельзя делать ни в коем случае не ссориться никаких конфликтов зато нужно загадывать желание делать какие-то магические такие ритуалы обряды вот например нужно до 23 ноября обязательно сделать вот такую вот красивую ну может даже не красивую просто такую большую вазу фруктовую и конфеты добавить туда и еще заняться выпечкой поэтому в пятницу я буду делать хачапури на дрожжах и это кстати по совету наталья венгерской которая является предсказательницей астрологом магом у нее свой блог в инстаграм и также она проводит личные консультации онлайн отвечать на ваши вопросы и помогает советам и проводит различные обряды под видео я оставлю ссылку кликнув на которую вы сразу увидите ее контактные данные перейдете на ее ватсап девушки если кому-то интересна эта тема то можете смело обращаться а я вам показываю немножко своего сада какой он есть сейчас потому что с утра был очень сильный туман и даже было предостережение что будет плотный туман и будьте осторожны но до какого-то определенного времени сейчас конечно он уже рассеялся но с утра было вот так и кстати вот хочу сказать рассеять тот миф о туманном альбионе что в принципе туман за свои 10 лет пока я здесь живу я видела в англии буквально три или четыре раза и то пару раз только в горах шотландии знаете вот не поверите недавно вспомнила что у меня есть оказывается суповарка и даже не я вспомнила а мама мне сказал это почему ты не готовишь свои суповарки потому что нас не одинаковые нам когда-то дарила кристина колина сестра и маме и мне она подарила вот такие вот суповарки но мама во все ей пользуется а я вы знаете отложила куда-то в дальний угол потом мы убрали ее на чердак и все я о ней забыла и тут мама опять меня спрашивает вернее напомнила мне говорит я тут недавно делала суп очень вкусный суповарки я думаю надо же мне тоже это свою чердака чердака вытащить а вот в общем колен ее спустил с чердака и сейчас буду готовить суп вот что я люблю делать так это читать инструкции сейчас все перечитала все посмотрела хотя она конечно очень простая в управлении но все равно мне нужно не мне нужно было убедиться в общем поставила впервые пользуюсь суповаркой представляете своей жизни все 21 минута вот и и все процесс запущен все суповарка во все работает смотрите прям впервые в жизни говорю вот впервые в жизни пользуюсь суповаркой посмотрим что получится привыкла все делать руками а у нас смотрите уже солнце появилось сейчас поедем за продуктами сделала глядной суп добавила немного сливок и меня получилось вот такой вот получился такой вот рисунок угадайте кто это все консерватор я тоже намыла отмыла все все окна помыла тоже вы знаете вот вы мне можете сказать и многие говорят что что тебе тут намывать вас всего двое никто вроде как бы не пользуется но знаете что хочу сказать вообще вам знаете что скажу ведь англичане когда приходит ну кому-то в гости они же не разуваются многие из них не разуваются некоторые разуваются а некоторые нет поэтому вот как есть как они обуты так они проходят в том кстати наши соседи так и раньше и делали да но пару раз так сделали потом посмотрели что у меня все чисто красиво и теперь каждый раз они разуваются и я даже хрена иногда говорю что у хрена не разувайся проходи прям так если допустим я вижу что женщина красиво одета да и на каблуках красивых туфлях и конечно не хочется их снимать и поэтому я говорю ну хорошо проходить так просто вот оботри свои туфли в коврик и проходи и вот они так и делают и проходят но само тем не менее какая-то пыль да какая-то грязь все равно с улицы идет в дом поэтому каждый раз после прихода ухода я каждый раз убираюсь еще же у нас ковровое покрытие правда не везде но в зале ковровое покрытие поэтому каждый раз когда приходит и приходит в зал и вот в первой обуви скажем так поэтому конечно потом приходится не только пылесосик но еще и руками руками все вытирать для нас двое но вот сегодня вы мало и вы знаете сколько пыли сколько мусора оказывается но допустим окна открыты вот форточки открытый dance через них залетают такие мошки всякие жучки заползают да то есть вот это все вот можно обнаружить уже на полу и конечно после того как все это вымыто все как вычищена заходишь в консерваторе и совсем другой вид сразу вообще мне нравится принимать гостей в этой комнате я ее очень люблю особенно летом летом вот мы открываем вот эти двери на улице на на сад и прекрасно сидишь просто вообще замечательно ну конечно в саду сидим но если допустим плохая погода либо ветер да хочется вроде как бы лето то вот мы здесь постоянно сидим и вообще люблю принимать гостей здесь вот как я уже сказала не в зале хотя в зале тоже но редко очень редко в основном здесь и здесь у нас полы с подогревом поэтому включаешь подогрев свечки зажигаешь и все так на себе романтично так классно вообще вот сюда мы сделали ведь такую тоже небольшую подсветочку кулинар организовал сейчас включу так почему не включается батарейки сели это будет поменять вот как раз вовремя я опомнилась нужно будет поменять батарейки и вот завтра у нас ожидаются гости вот завтра будем их принимать здесь вот как-то так видите у нас уже который день погода так себе дождь и пасмурно хотя на юге там где мама живет там очень солнечно кстати вот эту мебель голубую мы покупали в одном из магазинов где мы смотрели мебель взял недавно и там она тоже стоит но вы знаете она там не очень хорошо смотрится потому что она в какой-то дальний угол там задвинута свет на нее не падает и как-то не очень красиво когда мы покупали эту мебель мы купили сразу ее со столиками вот с этими вот вот этот и вот эти еще два очень красиво они стояли и мы кстати заказали такой же пуфик голубой вот он прям здесь просится сюда этот пуфик люблю я открывать окна проветривать всегда особенно когда занимаюсь уборкой но сейчас уже все можно закрыть вот все вот наверное все сегодня такой выпуск было скажем так уборочный показательный как всегда желаю вам хорошего здоровья потому что здоровье для нас сейчас самое главное побольше гулять на свежем воздухе делайте какие-то ну пусть минимальные физические упражнения и все у вас будет хорошо дальше побольше улыбайтесь всем до свидания всем пока увидимся позже